Соболь появился у нас в студии и явно пришел он не просто так, для того, чтобы вы узнали чуть больше информации об этом зверке и о его содержании. Что происходит сейчас с ним, не знаю, но мне кажется, ему очень весело, и он очень радуется, что у нас есть пальцы, и он пытается укусить. В частности, пальцы волонтера, Центра помощи диким животным, Инстинкт Представитель, Любовь у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вот он у вас появился? Это же, я так понимаю, тоже какая-то находка? Ну, практически да. Дело в том, что сейчас у нас в России идет мода, я спасу животное со зверки, так называемая мода. И вот Соболь это жертва такой моды. Почему жертва? Потому что не каждый человек, когда покупает зверя со зверофермы, осознает всю ответственность. И вот этого Соболя его забрали, выкупили со зверофермы, потом, когда люди поняли, что это очень тяжко, они его стали продавать. Не знаю, сколько сменилось хозяев, но в итоге ее дальше стали отдавать, передавать в руки, она ходила по рукам, и в итоге вот передали ее к нам уже. Ну, давайте сразу скажем, что Соболь это не домашний зверек, да? То есть это, наверное, для разведения, да? Для каких-то собственных, может быть, ну, если есть дом, да? А вот давайте и проговорим, почему не домашний, как он себя ведет и что доставляет прям особенный дискомфорт. Ночной зверек? Зверек, ну, в принципе, нет. Она не ночной зверек, она активна в любое время суток. И Соболь, в принципе, он психологически нестабильный. Вот сейчас она грызет себе пузико, потому что ее неправильно воспитывали, ее держали в клетке. Даже на зверофермах Соболям дают специальные успокоительные, потому что эти звери, они отличаются от всех куницеобразных тем, что они психи. И да. Ошибка суетливая. Ну, да, зверь может просто так кинуться на своего хозяина. Просто ему что-то показалось, что хозяин сделал не так. Во-вторых, они очень гиперактивны, они охотятся на белок. То есть Соболь – это такое мегаактивное существо, которое может догнать белку. Из зоотехники говорят, существует такая фраза, если бы Соболь был размером собаку, то страшнее бы зверя не было. То есть это такая собака с огромными клыками, которая бы запрыгивала на одноэтажный дом. Прыгают они, вот этот Соболь прыгает на полтора метра высоту. Вот ты какой, выглядишь милым. Да, но Любовь рассказала, если бы была возможность отпустить Соболь у нас в студии, он бы уже через 20 секунд бегал бы по толку, да? Ну да. То есть в прямом смысле слова. Убежал бы и все бы начал исследовать. А чем питается он? Как в природе, так и вот когда уже приручен, скажем так. Кормить нужно, опять-таки, грызунами, перепелками, то есть мелкой птицей. И Соболь также ест ягоды и какие-то, ну, то есть произрастающие у нас в России фрукты. Это его природный рацион. То есть кормим животное, что он ест в природе, то мы кормим до его дома. Ну вот он все-таки в игровой форме вас покусывает? Ну, может, нет-нет, да и... Ну да, у меня, то есть рука травмирована, она меня укусила. И до сих пор на руке, ну, как бы хрящ перекусила, похоже. Дело в том, что, да, сейчас она играет. Это щенок. Соболи до двух лет, они щенки. И в два года у них только начинается переходный период. А у всех уницеобразных, да, в принципе, у всех животных, да, переходный период – это самый сложный. То есть поведение животного меняется. Соболь до двух лет – это такой милый щеночек, который вот чуть-чуть покусывает. Вот два года начинаются уже психи... Катя, попробуй. Да нет, как-то не очень хочется. Он так хорошо покусывает. Я смотрю на красные пальцы, и как-то мне не хочется. Два года начинается психи, и животное уже становится взрослым. И тогда уже начинаются основные проблемы. Это агрессия, это метки. Соболь метит человека мочой и калом, простите за такие подробности, да. Ну, и он агрессивный становится. Он не подпускает к своему человеку никого. Скажите, а что вот на зверофермах не объясняют, не рассказывают для тех, кто хочет, ну, себе там... Нет. То есть им все равно? Конечно, им все равно. Потому что они не знают, для чего, да, покупают. Да им главное продать. Ну да, то есть вот из этой серии, что как бы в один конец, да, отправить соболя. А и что же тогда после двух лет вы с ним будете делать? Ну, например, да? А до этого времени? Соболь останется у меня. Это уже, ну, то есть зверь не выпускной, это именно зверофермовский зверь. Он останется у нас в центре жить. А если дикого соболя найти, он будет отличаться от зверофермовского? Будет, конечно, отличаться. То есть зверь, который вырос человеком и несколько поколений жил, все равно он отличается. Даже не так, наверное. Тот, который зверь вырос и ощущал человека, он отличается. Соболь, который из природы, он будет намного агрессивнее, он может очень сильно травмировать человека. Он прям порвать может и руки, и там, ну, очень сильно. К такому соболю лучше не соваться. Да, но если вы помните и знаете, а вы помните и знаете, как прыгают белки по деревьям, мы с вами видим, да, то правильно сказала любовь, что действительно догнать одну хвостатую другой хвостатой, да, не составляет труда. Прекрасно. Что бы вы сказали этому человеку, который мечтал завести такого зверяка, вот хочу, не могу, обратитесь к нему, какое-то такое слово от вас? Ну, я бы, наверное, сказала, хотите, чтобы ваша жизнь стала адом, заведите соболь. Даже мне с моим опытом огромным очень тяжело с соболем. Я не могу держать соболя в доме, потому что она меня изводит, я не могу ничего сделать, я не могу попить чай, я не могу посмотреть телевизор, почитать мишку, я ничего не могу. Потому что она на голове у меня сидит, на полу, и вот это вот просто кругами вот так вот бегает. Причем эта соболь, когда приехала ко мне, у нее была пищевая агрессия, люди неправильно ее воспитывали. И когда она ко мне приехала, я пошла к ней с едой, она с другого конца комнаты унюхала еду, с другого конца комнаты понеслась ко мне и пыталась мне впиться в горло. И в горло, и в губы, то есть кусить лицо. Это на самом деле страшно. Соболи очень сильно рычат, как собаки. У них именно такой рык собачий. И вот это вот все прям очень сильно пугает. Любовь, скажите нам, пожалуйста, зачем вы подвергаете себе такому риску? Когда соболь бежит с желанием впиться в горло или покусать нос, не знаю, испортить лицо. Мне это нравится. Это моя любовь куницеобразная. Они сложные звери. И на самом деле с ними как-то, наверное, соревнуешься в интеллекте. Потому что надо не просто так вот взять зверя и его растить. Вот, кстати, у нее вот сейчас психи проявляются, что она живот вглезет. Надо его не просто растить, надо на три шага продумать и свое поведение так сделать, чтобы соболь... Быстроить, чтобы предвидеть. Чтобы соболь, да, сделала все, что ты хочешь. Не соболь, вообще куницеобразный. Это сложные звери намного сложнее остальных. Вот как-то они своеобразные семейские. И далеко не игрушка, а хоть и приятная на ощупь. Интересный разговор у нас получился. И с точки зрения новых знаний о том, кто такие эти маленькие зверьки и как вообще они живут. Но и самое главное, с точки зрения осознанного отношения к любому животному. Прежде чем кого-то заводить, почитайте, послушайте, узнаете. А потом уже принимайте решение, надо вам оно или нет. А то жизнь превратится в ад. Спасибо вам.